Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И отталкиваясь от двух текстов из книги Левит, 3 глава, 2 стих, и книга Второзакония, 12 глава, 27 стих, мы зададимся вопросом. Как поступали с кровью жертв, выливали на жертвенник, под жертвенник или окропляли его с разных сторон? А в чем заключается проблема? В книге Левит, 3.2, было заповедано священникам покропить кровью на жертвенник со всех сторон. Но в книге Второзакония, 12.27, сказано, что кровь должна быть проливаема у жертвенника. Для нас эти законы, для нас христиан, имеют огромное значение, потому что они связаны с жертвой Христа. Они указывают преобразовательно на то, что совершал Христос, войдя в небесное святая святых. Поэтому для нас эти образы, прообразы, они имеют большую неприходящую ценность. Тем более, что в Писании сказано, что все Писание и Ветхий Новый Завет, имеется в виду, полезно для научения, для наставления вере. Поэтому любой вопрос, который возникает при чтении Писания, когда мы пытаемся согласовать тексты друг с другом и видим внешние противоречия, эти вопросы нуждаются в разрешении. С древних времен в самом еврейском народе было такое представление. Есть такая книга, точнее это не книга, это собрание книг, это целая библиотека, она называется Мишне Тара, то есть повторение закона, и составил эту такую библиотеку средневековый еврейский катафикатор закона, всего закона Маймонит. И вот он, как бы сопоставляя разные тексты, говорит, что преобладало именно окропление, то есть кропили кровью, разбрызгивали кровь на жертвенник, а вот то, что оставалось, вот и сопом нельзя было это как бы подхватить и разбрызгать, выливали под жертвенник. Таким образом, никакого противоречия здесь нет. Но какое-то значение имеет для нас, христиан? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То, что кроплением крови очищался даже жертвенник, а мы знаем с вами еще из Ветхого Завета, что каждый верующий, он должен быть как одухотворенный жертвенник, который возносит Богу жертвы хвалу своих уст. И если сам такой воспевающий Бога очищен кровью Иисуса Христа, это очень важно. Но кровь также возливалась в основание жертвенника, там основание было из камней или из земли, чтобы самооснование нашего служения перед Богом носило евхаристический характер. Таким образом, с помощью вот этого рассуждения сопоставления Левит 3.2 и второзаконие 12.27 мы можем прямо заявить, что центр жизни православного христианина это евхаристическая чеша. И любая православная община это прежде всего должна быть евхаристическая община. И в центре нашего служения это кровь Иисуса Христа, пролитая за наши грехи и за наши пригрешения, падения. И то, что она не просто окропляет нас, но и сливается в основание, то это и есть тот надежный фундамент, на котором созидается церковное прославление и благословение Бога из уст каждого верующего православного христианина. Таким образом, текст, который внешне, казалось бы, приспоставление с другим текстом, не несет никакого назидания для христиан, он становится вполне назидательным. В этом и заключается суть экзегезы, библейской экзегезы, сделать все писание полезным для научения, для наставления в вере и для обличения. В противном случае библейские тексты, не исследованные нами, будут оставаться как невыученные уроки. А ведь давайте вспомним, что когда Христа спрашивали, как спастись, иногда он очень так по-еврейски на вопросы отвечал вопросом, как читаешь. И вот в зависимости от того, как мы исследуем, читаем Писание под руководством Церкви, вместе с Церковью, перед нами или раскрываются истины, или они остаются закрытыми. Если мы надеемся только на свою собственную смекалку и не уделяем внимания церковной экзегезе. Молитесь, друзья, за то служение, которое совершается на библейском портале Экзегет, потому что оно и совершается для того, чтобы приблизить Слово Божие к каждому из вас, и каждого из вас приблизить к этому Слову. И если после очередного занятия у вас появляется желание открыть домашнюю Библию, заглянуть в нее, это означает, что прошедший урок — это выученный урок. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...